Здравствуйте, друзья, в эфире Геоэнергетика.Инфо. Максим Радайкин. И я Борис Морсенкевич. Всем добрый день. Украина и Словакия договорились создать энергохаб. Цитирую. Договорились о создании восточноевропейского энергетического хаба, который имеет следу использования наших газовых. Сказал Шмыгаль на брифинге по итогам встречи. Борис Морсенкевич, а что за хаб? И вот Словакия, конечно, известна своими тесными взаимоотношениями по газовому вопросу с Украины в виде виртуального реверса. Но вроде там открыли какие-то месторождения газа или что? Давайте по порядку попробуем разобраться во всей этой загадке. Пункт первый. Шмыгаль – это человек, который делает вид, что он премьер-министр Украины. Главное, не перепутать. В Словакии последние вот уже 50 лет природный газ получала по магистральному газопроводу Ренгой-Помары-Ушго. Выхода у Словакии к морю нет со всеми отсюда вытекающими. В декабре этого года заканчивает свое действие договор о транзите российского газа по газотранспортной системе Украины, который подписан в декабре 2019 года сроком на пять лет между компаниями «Газпром» со стороны России и оператором газотранспортной системы Украины. Вот такое название, легкое, поэтому давайте все-таки пользоваться аббревиатурой ОГТСУ со стороны киевских властей. Действие договора по календарю до 31 декабря, то есть 1 января договор утрачивает силу. Будет ли при этом прекращен транзит и как себя будет чувствовать Словакия в этом случае? То, что есть возможности физически продолжать осуществление транзита, не подписывая никаких договоров с Россией, что Киев сам себе запретил, мы уже неоднократно на канале разбирали, могу на всякий случай еще раз напомнить. Первый вариант, поскольку Киев подписал ассоциацию о членстве Евросоюза, это открывает возможность участвовать в газовом бизнесе на основании положения третьего энергопакета. Не подписывая договоров о транзите, организовывать аукционы о предоставлении своих транзитных мощностей на определенные сроки для всех желающих. Сроки могут быть от суток, по-моему, самые длинные там до года, но при этом договор не подписывается. Со стороны поставщиков, ну, если смотреть на Уренгой, Помара, Ужгород, тут огромное количество поставщиков, например, компания «Газпром», концерн «Газпром», группа компаний «Газпром» и так далее. Нужен ли договор? Нет, не нужно. Нарушает лишь «Магаль» и прочие ответственные лица указ человека, который считает себя президентом Украины о том, что невозможно, недопустимы никакие контакты с российскими компаниями. Нет, не нарушает. Подходит такой вариант для того, чтобы интересы Словакии были на месте? Да, подходит. На аукцион встречное предложение от тех, кто желает получить газ, от тех, кто желает поставить газ. Вот все интересы сошлись. Второй вариант тоже вполне очевиден. Меняем точку доставки. Если сейчас она на хабе Баумгартен, традиция, сохранившаяся с советских времен, в Австрии, неподалеку от границы со Словакией, вот такое место. Если в качестве пункта доставки будет фигурировать текущая граница России и Украины, соответственно, договор о поставках между Газпромом и Словацкой компанией, договор о транзите между ГТСУ, оператором газотранспортной системы Украины, и Словацкой компанией. Соблюдены требования у пана Зеленского? Да, соблюдены, никаких переговоров с российскими компаниями нет. Словакия удовлетворяет свои интересы? Да, удовлетворяет. Казалось бы, никаких препятствий нет, но есть маленький нюанс. Для того, чтобы вот эти условия действовали, должны быть подписаны так называемые операторские соглашения. Как бы это ни выглядело юридически, передача прав на собственности и так далее, и так далее, тем не менее, совместная работа Газпрома и оператора газотранспортной системы Украины все равно возникает. Все равно операторское соглашение должно быть. Как будут выкручиваться из этой ситуации Словакия и Украина, мне сказать сложно. Несмотря на всю риторику, которую мы слышим от представителей Украины о том, что не нужны мы транзиты и так далее, и так далее, это неправда. Если говорить о реверсе, он перестал быть сугубо финансовым, выполнена обвязка на границах Украины с европейскими странами, и это дает возможность закачивать газ физически, закачивать газ в подземное хранилище, расположенное на территории Восточных Кресов, Львовской области, простите, сбился. Пока еще Киев, вроде бы, управляет, но неизвестно, когда это закончится. Можно это использовать для организации того самого газового хаба? Да, возможно. Та проблема, которая возникает у киевской власти, протяженность магистрального газопровода Рунгой-Памара-Ужгород по территории Украинской Советско-Социалистической Республики почти 1200 километров, выполнен целый ряд газоотводов для обеспечения газом 44 населенных пунктов, крупных городов, малых городов и так далее. В том случае, если нет газа, то есть он не идет со стороны России, нет давления в трубе, нет возможности обеспечить газом вот эти 44 населенных пунктов, хотя их список сейчас, видимо, подсократился, поскольку часть городов обеспечивает совсем не Киев. Тем не менее, в том случае, если нет поставок газа со стороны России, газом обеспечивается, ну, прежде всего, Львовская область, потому что вот оно подземное хранилище, вот она газораспределительная сеть, здесь все решено. Восточная Украина, центральная Украина остается без газа. Для того, чтобы обеспечить поступление газа в газоотводы, надо поднять давление в центральной магистральной трубе, до этого нужно перестроить все компрессорные станции, которые сейчас работают в одном направлении, с востока на запад. Технически выполнить обвязки, привезти новые компрессорные станции, да, возможно, для этого нужны деньги и порядка пары лет работы. Такие компрессорные станции на складе никто не держит, их надо где-то заказать, получить, доставить, смонтировать и так далее. Отопительный сезон наступает, собственно говоря, вот уже сейчас. Соответственно, чтобы не говорили люди из Киева, им газ в трубе с давлением по направлению с востока на запад необходим. Поэтому есть основания полагать, что со Словакией они сумеют договориться. Не исключено, что словацкие компании станут теми самыми, которые будут подписывать договора о поставках с «Газпромом», подписывать договора об аренде газотранспортной системы Украины и так далее. Можно ли при этом организовать хаб для того, чтобы дотянуться до львовских хранилищ, условно так назовем. Не так давно был построен газопровод из Польши и там сразу с возможностями реверса, поставками как в подземное хранилище газа, так и из него. Да, возможно. Какие еще варианты? Разумеется, дотягивается сама Словакия, поскольку Уренгой по Мару-Ужгороду проходит через нее. В этом случае у Словакии развязаны руки для того, чтобы подписать какие-то соглашения еще и с австрийской ОМФАУ. Если операторам, фактически вот таким спекулянтам купили газ свой у России, смогли провести его через территорию Украины, дальше удовлетворяем собственные потребности и можем предложить такие же возможности кому-то еще, подключается Австрия, ей это нужно. Будет ли подключаться Чехия, сказать сложно. Я думаю, что там все будет зависеть от калькулятора. Да, газораспределительная система, газотранспортная система Чехии и Словакии едины, как когда-то было единое государство Чехословакия, здесь проблем нет. Но я напомню, что несмотря на взрыв северных потоков на дне Балтийского моря, наземная инфраструктура цела. Соответственно, газовые системы Чехии и Германии связывают два магистральных газопровода. Это продолжение северного потока-2, оно было построено введено в эксплуатацию северного потока-1. Поскольку Германия догадалась поставить плавучий регистрационный терминал в той же точке, куда приходили северные потоки, с технической точки зрения Германия приняла регазифицировала газ, привела его в обычное состояние, отправила на свои нужды. Если есть запросы из Чехии, отправила в Чехию. Словакия следующая. То есть для того, чтобы получить СПГ, в Словакии нужно будет договориться каким-то образом, пункт 1, с поставщиком самого СПГ. Пункт 2, с Германии о том, чтобы был принят танкер-газовоз, чтобы была проведена операция по регазификации, чтобы были включены компрессорные станции, которые доставят этот газ на территорию Чехии. И пункт 3, соглашение с Чехией, что газ, поступающий вот таким образом, будет передан в собственность Словакии. Может ли это устраивать Словакию? Мне кажется, что нет. Потому что тройные переплаты, то есть еще раз, поставщик СПГ заплатить деньги, регистрационному терминалу заплатить деньги, компания-оператору продолжения северных потоков в Германии заплатить деньги, Чехии заплатить деньги. И в любом случае возникает потребность в подземном хранилище газа. Танкеры-газовозы не приходят по какому-то расписанию, как торговая операция удалась, так и удалась. Потребителям газ нужен постоянно. Не в зависимости от того, какая погода в порту, вдруг там штурм на Балтике, судно нельзя принять, ему там надо неделю на рейде постоять. Соответственно, нужна какая-то буферная емкость. На территории Словакии такой нет, на территории Чехии такое подземное хранилище газа есть, Катарина. Но свободны ли его активные мощности, не потребуется ли ни самой Чехии, ни самый большой объем, соответственно, могут быть проблемы. В этом случае свою роль могут сыграть те самые подземные хранилища газа на территорию Украины. Там предложено условие работы в режиме таможенного склада, то есть не нужно платить никаких налогов, только рассчитаться за сам факт хранения. И тогда возникает вот такой вариант. Купили СПГ, регистифицировали, прокачали через территорию Германии, прокачали через территорию Чехии, прокачали через территорию самой Словакии, добрались до Львовской области, положили на хранение, при необходимости оттуда же и забрали. Технически как бы более-менее понятно. Как это будет выглядеть с финансовой точки зрения, во что будет обходиться Словакия, и вот такой газ, мне сказать сложно. Я не думаю, что это будет самое дешевое удовольствие, я не думаю, что это будут цены, которые хоть как-то напоминают ту стоимость, по которой Словакия получала газ на основании долгосрочных контактов с «Газпромом». Вот такая ситуация. То есть, на мой взгляд, то, что мы наблюдаем, это элемент торговли. Украина понимает, что ей нужен газ, идущий с востока. Словакия понимает, что для нее газ, идущий с запада через две страны, хранящийся в третьей стране, возвращающийся обратно, будет обходиться дорого. То есть обе страны заинтересованы. Вопрос, кто с какими предложениями выйдет на «Газпром» как поставщика газа. С учетом нынешней политической обстановки, вероятнее всего, это будет словацкая кампания, это будут переговоры с премьер-министром Словакии, у которого несколько отличные от общепринятые точки зрения на отношения с Россией. Приблизительно вот так. Та проблема, которая возникает у еще одного государства, вот это, наверное, то, что нас должно беспокоить больше. Через газотранспортную систему Украины российский газ приходит на территорию Приднестровья и, соответственно, Молдавии. То есть в том случае, если транзит физически будет прекращен, не договор о транзите, а именно сам физический транзит, возникают проблемы. Проблемы возникают не только у Молдавии, со всеми ее красотами в политической власти, но проблема у Приднестровья, где, я на всякий случай напомню, около 90% населения являются гражданами Российской Федерации. Борис Иванович, большое спасибо за комментарий. Друзья, пока Ютуб замедляют, призываю вас не дожидаться, пока его заблокируют и нас вместе с ним. Подписывайтесь на наш телеграм-канал Геоэнергетика.Инфо. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Там же будут реквизиты для желающих финансово поддержать наш проект в столь интересное время. Спасибо, до новых встреч. Не забывайте, что все оперативные новости о нашем проекте именно в нашем телеграм-канале. Всем спасибо, всем всего доброго.